Всем привет, ребята, с вами Юранка. У меня для вас прекрасная новость. Сегодня у нас с вами 23 апреля 2024 года. Что же произошло? Вопреки поданной и отклоненной моей апелляции на восстановление русификатора, восстановление видео по русификации Life is Strange, Моя партнерская программа сумела посодействовать и помочь в восстановлении этого видеоролика. Congретилейшнс, ребятушки, я вас поздравляю. Мне сняли уведомления и полностью восстановили видеоролик. Да, невзирая на то, что мне отклонили апелляцию, через свою партнерскую программу я сумел таки восстановить это видео. Давайте, для примера, вам предоставлю то письмо, которое мне приходило от YouTube и предоставлю вам пример того, что видео теперь было успешно установлено, а уведомление было с моего канала снято. Дабы мне не быть голословным, как я и говорил вам до этого, смотрите прямо над моей головой, вот здесь написана дата, 20 апреля 4.46, как я и сказал, в пятницу нам с вами пришло рано утром с утреца, с YouTube, вот такое письмецо, в котором было прописано, что наш специалист проверили ваш контент и обнаружили, что у него нарушаются правила YouTube, а именно правила в отношении вредного и опасного к контенту. В принципе, нам, да, как я и сказал ранее, не привыкать к тому, что прилетали такие уведомления, но мы очень часто их с вами отбивали успешно, и поэтому могу сказать, что в связи с этим был удален следующий контент, как полностью русифицировать текст плюс звук плюс текстуру Life is Strange от компании Helica Studio для такой-такой-то версии. И тут описывается информация, в чем заключается нарушение, в котором описывается, как бесплатно и незаконно получить доступ к контенту. Тут полнейший бред, я уже об этом говорил, потому что мы с вами никакой пиратский контент не распространяем, и я прекрасно понимал, что, во-первых, русификатор поставляется абсолютно бесплатно, никто никакой копейки не имел права за него взимать, и в этом, об этом было сказано в видеоролике, я об этом много раз уже говорил. Я постоянно это всегда подчеркиваю, потому что это, как правило, все прописывается в установщике. То мы нашли нарушение, как мы находим нарушение, чтобы обнаружить нарушение, проверяем, когда с помощью автоматической системы, вручную и так далее. Как скажется, на канале, ну и так далее. Что можно предпринять? Само собой, я отправлял апелляцию, да, я вам говорил, вот у меня есть еще одно письмецо, в котором буквально спустя 4 часа, вот обратите внимание, 8.35, приходит уведомление. Рассмотрели вашу апелляцию, повторно проверка показала, что ваши материалы действительно нарушают наши правила в отношении вредного повышенного контента. Понимаем, что вы надеялись на другой итог, но следите за безопасностью на YouTube, наша главная задача. Как это скажет о вашем контенте, не будет восстановлено и прочее, прочее, прочее. Для всех тех людей, кто сразу же, как только получает себе уведомление или так называемый страйк, это предупреждение, пытается удалить видео, думая, что это поможет вам как-то избавиться от уведомлений или страйка на YouTube, то вы заблуждаетесь. Во-первых, если у вас есть, как и у меня, сторонняя партнерская программа, не спешите удалять видео, потому что если вы его удалите, то действительно, скорее всего, потом вы его уже не восстановите. Как итог, у нас с вами сейчас, совершенно верно, нету абсолютно никакого уведомления. Вот эта информация, это просто важное уведомление указано, но при этом вот здесь, как вы видите, в вкладке, то, что у нас на нашем канале есть какие-то уведомления, их нет. То есть, видеоролик был полностью успешно восстановлен, а вот это мы с вами уже можем скрыть, потому что нам с вами не нужно. Все. Как доказать вам, что мое видео было успешно установлено, давайте покажу. Мы с вами просто забиваем Life is Strange, например, и переходим на видео. И вот, вуаля, оно у нас с вами успешно работает. Я спешу вас поздравить, ребятушки. Все великолепно, все работает, это замечательно. То есть, как мы с вами видим, все здорово. Все. Все, ребята, так оно и делается. Хотелось бы пару слов добавить лично от себя насчет того, что я обдумаю, какие у меня мысли насчет этих некоторых сотрудников, и как они выполняют свои должностные обязанности. Что же я думаю насчет таких сотрудников? Во-первых, у меня только два предположения. Либо это неграмотные граждане-модераторы, которые сами не изучают никаких правил, и вообще непонятно с чего вдруг просто-напросто даже вот по всей видимости не смотрят видео, а берут и отклоняют апелляцию в тот момент, когда там все четко, подробно было полностью расписано. Они, видимо, решили ничего не смотреть и просто удалить видео неправомерно. У меня честно желание, чтобы вот таких вот просто лишали работы, потому что они явно, наверное, не вдупляют и не понимают, что они делают, так как модерирование контента – это очень серьезная и огромная ответственность. С учетом того, насколько мне приходится вкладываться в свое дело, насколько мне приходится сильно и много тратить просто невероятно сил, чтобы вот напрягаться, чтобы сделать какой-то видеоролик, сколько времени на это уходит, включая там описание прописать, сделать картинку и подобное. Вот все это предоставить для людей в хорошем там качестве и так далее, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию. Они, видимо, вообще не вдупляют. А есть люди, у которых вообще, представьте себе, там, контент набирает десятки, сотни тысяч, миллионы просмотров и вот так легкомысленно к этому относиться, а уж тем более для людей, у которых, да, огромные какие-то каналы вдруг ни с того ни с сего просто же ведь будут удалены. Представьте себе ситуацию, просто накидывают страйки, закидывают просто жалобами, страйками вот этими на канал, что человек не успевает никак отреагировать. И в итоге все. Как по мне, это просто вот полнейший, я не знаю, как это назвать, абсурд полнейший. И моя партнерская программа просто-напросто направила им заявление напрямую к менеджерам в Google. Причем сделать это могут только партнерская программа. Своими силами я бы ничего не сделал. Это бесполезно пытаться. И кто-то из вас, возможно, спросит у меня, а если вот у меня, например, там такая же ситуация произошла, можно ли сделать то же самое? Мы только при условии, что у вас подключена партнерская программа. Не гугловская, не AdSense-овская, а именно сторонняя нормальная партнерка. У меня, по-моему, вот Yula Plus. Yula Plus, которая партнерка, насколько я помню, находится они в Израиле. Тут, конечно, кто-то скажет, ну, наверное, потому что это Израиль, и США за Израиль топят. Это маловероятно, потому что тут вопрос идет соблюдение правил в отношении контента, и я думаю, что маловероятно это имеет какую-то связь с тем, что там вот какую-то политику, вот эту кто за кого, эти за этих, эти за вот этих, и так далее. В данном случае вы можете проделывать подобного рода какие-то манипуляции, только при условии, если у вас подключена сторонняя партнерка, это первое обязательство, потому что только через них этот вопрос решается. И второе, если вы действительно знаете, уверены в том, что ваши правила не были никак нарушены, что вы не нарушали правила YouTube. В таком случае, да, вы можете тогда уже что-то пытаться делать. А пытаться предпринимать действия, если у вас там, простите, 100 подписчиков, если у вас нет партнерской программы, это бесполезно. То есть вы никому ничего не докажете. Я вам сразу предупреждаю. Вы никому ничего не докажете. Вы не сможете этого сделать. Просто чисто банально, потому что у вас нет таких привилегий, чтобы написать службу поддержки YouTube и пытаться доказывать, отставить свои права. У них модераторы, модераторы и сотрудники YouTube, обычная служба поддержки, они отдельно друг от друга работают. То есть даже написать службу поддержки, чат поддержки авторов на YouTube вы ничего не добьетесь. А написать модераторам вручную невозможно. То есть это бесполезно абсолютно. Вручную ничего сделать не сумеете, как бы вы ни пытались. Но, как говорится, сила в правде, ребятушки. И вот она, сила в правде, у нас с вами оказалась. Все успешно восстановлено. Мне никакого письма не приходило, о том, что видео было восстановлено. Мне просто восстановили молча и все. И моя партнерка меня повестила об этом. В чате поддержки мне написали. Так и так. Проверьте, пожалуйста, видео должно было быть восстановлено. Да, вуаля, проверяю. Все супер. И уведомление было успешно снято. Здорово. Я вас поздравляю еще раз, ребята. Было у меня какое-то подавленное настроение. Сейчас прям даже, аж как-то улыбаться, радоваться жизни хочется. Dishonored. Dishonored. У нас с вами должен будет быть. Сейчас пару гайдов на Assassin's Creed. Гайд на Black Mesa, но лучше на EGTX турки. Ожидайте. У нас с вами должен будет подъехать. И что-то там я еще записывал. Я уже не помню. Что-то я еще записывал. Какие-то еще гайды у меня были. Гайды были по тому, как бороться с спамом на электронной почте. Как включить, разрешить и запретить уведомления в браузере. В данном случае в Яндекс.Браузере. И в общем много всего должно будет быть у нас с вами хорошего. А таким вот сотрудникам, недосотрудникам, которые свои должностные обязанности выполняют, не пойми как, я могу сказать только лишь помянем. И пособолезнуем. Тем, кто вместо того, чтобы делать свою работу, как положено, делает ее на отвале. Очень жаль. Так что на этом пока что все, ребятушки. С вами был Ильич Ранг. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро если не переключайтесь. Огромное количество гайдов, летспей. Все круто. Сможете мне на канале. Будет очень классно, круто, здорово, интересно. Еще раз спасибо. И пока-пока. Скоро если не переключайтесь. Не переключайтесь. Всем пока-два.